Девушки отдыхают Если Бог закрывает перед вами новую дверь, но все, о чем вы можете думать, это прошлая боль и прошлое отвержение, то вот вам хорошая новость. Бог говорит вам то же, что Он сказал Моисею. Я буду вместе с тобою. Если с вами Бог, то у вас есть все. Не пропустите серию «Нетленное богатство» сегодня в программе. Пусть к тому времени еще не вернется. Когда о нашем времени и нашем поколении будут написаны книги по истории, я думаю, они скажут, что наше поколение усовершенствовало искусство придумывания отговорок. Конечно, оправдания отговорки стары как мир. Их практиковали еще в Эдемском саду. А возлагать вину на кого-то другого и уклоняться от ответственности — это не что-то новое. Но наше поколение превратило это в форму искусства. С тех пор, как Ева сказала, «Этот дьявол заставил меня это сделать». Адам сказал, «Это Ева заставила меня сделать это». Человечество повторяет этот нарратив, и он уже даже стал вполне приемлемым. Когда Бог впервые явился Моисею в пустыне, у Моисея были по крайней мере четыре отговорки относительно того, почему он не может пойти избавить народ Божий из египетского рабства. Четыре причины на то, что он не может исполнить просьбу Бога. Я не хочу, чтобы вы упустили иронию. Хорошо? Я не хочу, чтобы вы упустили эту иронию. Сорок лет назад Моисей думал, что он тот парень, который избавит их от египетского рабства. А вы помните? Но за сорок лет с модионитянами, со всеми этими бедуинами в пустыне, Моисей потерял уверенность в себе. И теперь, сорок лет спустя, его уверенность в себе достигла дна. Послушайте внимательно. Я сейчас кое-что вам скажу. У нас есть великий Бог, а Бог — это лучший из всех существующих рыбаков, способных поднимать с самого дна. Бог специализируется на спасении тех, кто упал на самое дно. Бог любит поднимать тех, кто на самом дне. Бог не проходит мимо тех, чье сердце разбито. Давид говорит, «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь Божия». Если вы сегодня пришли в эту церковь как гость, то вам стоит знать, что мы в этой серии говорим о том, как Господь отказался от золота мира ради славы Божьей. Но это не случилось за одну ночь. Это был процесс. И поэтому я хочу вас ободрить и показать вам, как Бог поступил с Ним и как Он поступает с каждым из нас. А Он имеет каждому из нас индивидуальный подход. Я убежден, что у Моисея был чувствительный дух. Я покажу вам это. 40 лет в пустыне с мадионитянами он постоянно думал о том, что его собственный народ его отверг. Но, тем не менее, нет никаких сомнений в том, что Моисей был человеком Божьим. Он был человеком Божьим, но ему нужно было усвоить урок и понять, что он должен был служить Богу не своим путем, а Божьим. И прежде всего, в Божье время. И поэтому 40 лет наш старый добрый Моисей скитался со всеми этими бедуинами в земле мадионитяны, был пастухом. Он пас овец своего тестия Фором. Скорее всего, к тому времени, 40 лет спустя, Моисей начал преодолевать свою эмоциональную боль. Я покажу вам это из Писания. Нет никаких сомнений в том, что в стране мадионитян жизнь Моисея в течение этих 40 лет вероятно балансировала между депрессией и надеждой, между заботой о тяжелом положении своего народа и чувством безнадежности, между желанием что-то сделать и чувством смирения. Вы скажете, «Майкл, откуда ты это все знаешь?» Я рад, что вы спросили, потому что хочу вам это показать в Писании. Ветхом Завете, то, как они называли своих детей, указывает на то, в каком настроении они находились в то время. Бедные дети того времени, да? Если вы в радостном настроении выдаёте своим детям весёлые, радостные имена, если вы подавленные, разочарованные, находитесь в отчаянии, вы называете ваших детей грустными именами. Я приведу вам пример. Вы помните Илья, священника в храме, куда приходил Самуил и служил вместе с ним? Помните? Когда невестка Илья ждала ребёнка, у неё были схватки, и она собиралась родить ребёнка, к ней пришли люди и сообщили дурную весть. Ваш муж погиб в битве, его брат погиб в бою, и Израиль проиграл войну с филистимлянами. Она была подавлена и разбита, и поэтому она называла своего сына Ихаводом. Имя Ихавод означает «Отошла слава Господня». С Моисеем здесь происходит то же самое. Когда Моисей чувствовал себя подавленным после того, как он бежал из Египта, он назвал своего первого сына Герса, что означает «чужеземец», «чужистранец», «чужой в чужой стране». Но позже, когда он начал испытывать эмоциональное исцеление в своей жизни, когда он начал испытывать все виды исцеления от прошлого негативного опыта, от ужаса, пережитого им в Египте, он назвал своего второго сына «Лиазер», что означает «Господь избавит меня». И он снова начал полагаться на суверенную власть Бога, поскольку Господь избавил его от меча фараона. Итак, в течение тех сорока лет, когда Моисей проходил школу Бога в пустыне, я знаю, что некоторые из вас проходят через эту пустыню прямо сейчас. Прямо сейчас вы переживаете время засухи, и прямо сейчас вы жаждете Бога. Хорошая новость заключается в том, что в школе пустыни есть только один учитель, и его зовут Яхве. Но он лучший учитель. В школе пустыни нет поклонников солнца, как в Египте. В школе пустыни нет любителей природы, как было когда-то в Египте. Но там Моисей встречает, противостоит и видит того самого Бога, который создал солнце, луну и звезды. Там он встречает Бога, Творца природы. И что Бог говорил Моисею? Он готовил Моисея мириться самыми сварливыми, ропщищами и жалующимися людьми на земле. Он никогда бы не узнал этого в избалованном египетском дворце. Ни за что. Только работая с глупыми овцами, он мог узнать, как вывезти этих людей из Египта. Так что давайте откроем третью и четвертую главы исхода. Подойдя к этой третьей главе исхода, мы видим Моисея, который вот-вот преодолеет свою прошлую боль и вот-вот получит исцеление от прошлых ран. И как раз в тот момент, как это происходило в его жизни, появляется Бог. И он появляется не просто, чтобы сказать, «Эй, Моисей, как дела? Приятель?» Нет, Бог сказал ему, «Моисей, я отправляю тебя обратно в Египет». Что? В Египет? Меня только что перестало трясти при слове «Египет». Моисей видит горящий куст, и этот горящий куст не сгорает. Бог сталкивает Моисея с его прошлым. Бог явился ему. Бог появляется посреди горящего куста и говорит Моисею, «Возвращайся в Египет». И он сказал, «В любое другое время и в любое место, но только не туда. Я хочу, чтобы ты освободил мой народ. На этот раз это делаю я, а не ты. На этот раз это будет сделано от моего имени, моей силой и в мое время». Неудивительно, если только вы не сверхдуховный человек. Может быть, вы и такой. Но о себе я точно могу сказать. Я таковым не являюсь. Я не сверхдуховный человек. И поэтому неудивительно, что Моисея сразу же придумал четыре разных отговорки. Почему ему не следует туда идти? Давайте мы прочитаем их вместе. Четыре разных отговорки одну за другой. Так что же он говорит Богу? Я дам вам перевод Майкла Юсефа. Хорошо? Вы не найдете этого в своей Библии. Это мой, скажем так, личный перевод. «Боже, я однажды уж натворил делов. Не хочу я снова облажаться. Господи, однажды я неправильно понял Твою волю. Я не хочу напортачить снова». А, кстати, его ошибка была лишь в том, что он не уловил Божье время. Итак, отговорка номер один. Исход. Третья глава, одиннадцатый стих. «Да кто я?» Это еврейский способ сказать, «Ты выбрал не того Божьего. Ты выбрал не того человека». Что случилось с принцем Египта? Что случилось с мистером «Я все исправлю»? Что случилось с приемным внуком фараона? Что случилось с полководцем, ведшим войны и победившим величайшую армию на земле в то время? «Ох, Моисей, он лишился прежнего себя». Но это неплохо. Это само по себе неплохо, потому что у него оставался Бог. Ведь так? А Бог... Это все, что нам нужно. Услышьте меня. Прямо сейчас. Некоторые из вас чувствуют себя неподходящими для того, что Бог просит вас делать. Некоторые из вас чувствуют себя неспособными сделать то, что, по вашему мнению, желает от вас Бог. А хорошая новость заключается в том, что Бог сообщает вам ту же самую хорошую новость, которую Он сообщил Моисею. Давайте прочитаем вместе 12 стих 3 главы исхода. «Я буду вместе с тобой». Должен признаться, когда я готовился к проповеди, на протяжении всей недели, каждый раз, когда я доходил до этой части стиха, я плакал, «Я буду с тобою». Когда Он с вами, у вас есть все. Я знаю, что говорю сейчас в чье-то сердце и в сердца тех людей, которые смотрят эту трансляцию по всему миру. Я обращаюсь к кому-то, кто чувствует себя разбитым, кто потерпел провал в своей жизни, и вы позволяете этой разбитости и неудачам вас парализовать. Вы перестали жить для Христа. Вы перестали отдавать себя другим. Вы перестали говорить о Христе. Вы перестали делать что-то великое для Бога. Вы стали духовно парализованными. Вас что-то держит. Вы все время репетируете в голове свои отговорки. Вы продолжаете думать о прошлом, а вы прикованы цепями к прошлому. А Бог желает, чтобы вы двигались в будущее. Отговорка номер один. Кто я? Бог, ты выбрал не того человека. Я ничто, и звать меня никак. Вторая отговорка. Когда спросят, кто меня послал, что мне сказать? Вы знаете, что на Ближнем Востоке имена очень важны, чрезвычайно важны. Важно то, кого вы знаете и какая у вас фамилия. Имя человека в этой культуре крайне важно. Но помните, что Моисея в Египте было знатное имя. Его имя было великим, оно открывало двери. При его имени отдавали честь, и его имя носило на себе власть, и ему подчинялись. Его имя имело огромное влияние. Однако это было 40 лет назад, до того, как он пошел в школу Бога. Когда его народ его отверг, когда его двоюродный брат, фараон, хотел его убить, он перешел из Белого дома в дом каземный. Так что ему теперь нужно было имя больше, чем его собственное. Ему нужно было имя более сильное, чем его собственное. Ему нужно было имя, которое заставило бы людей обратить на него внимание. И Бог с любовью, нежно, отвечает ему, «Я есм существующий». А что Бог говорит Моисею? Он говорит, «Я вечный Бог ваших предков. Я Бог прошлого. Я Бог настоящего. Я Бог будущего. Я Бог, который слышит и вопли своего сломленного народа и носит их в своем сердце». Если бы Бог сказал Моисею, «Я был Богом Авраама», это сделало бы его только Богом прошлого. Если бы он сказал Моисею, «Меня зовут Я могу», это сделало бы его Богом настоящего. Если бы он сказал Моисею, «Меня зовут Я хочу», это сделало бы его только Богом будущего. Но когда он сказал, «Я есм», это означает, Это я Бог прошлого, настоящего и будущего. Я единственный Бог. Неудивительно, что когда Иисус представился своим собратьям-евреям, Он говорил, я есмь хлеб жизни. Я есмь дверь вечную жизни. Я есмь воскресение жизни. Я есмь путь истины и жизни. Я путь к вечной жизни. Я есмь. Я тот же, кто представился Моисею много лет назад, и теперь я воплоти. Без Него не может быть спасения. Без Него не может быть прощения грехов. Без Него не может быть вечной жизни. Я есмь. Отговорка номер один. Кто я такой? Отговорка номер два. Кто ты? Отговорка номер три. А что, если они мне не поверят? Что, если они мне не поверят? Об этом говорится в первом стихе четвертой главы. Вот основная проблема Моисея. Господь, я когда-то подумал, что смогу это сделать, но эти люди меня отвергли. Прошу вас, не упустите то, что ответил Ему на это Бог. А вот что Бог сказал Моисею. Моисей, перестань постоянно снова и снова погружаться в свою эмоциональную боль. Нашли эти слова в Писании? Ну, почти. Перестань себя съедать изнутри. Забудь ты уже свою боль. Нет, мой Бог ответил Ему не это. В стихах со 2 по 9 Бог очень нежно, с большой любовью, очень вдумчиво дает Моисею три мощных знамени, подтверждающих миссию, на которую он посылает Моисея. Твой посох станет змеей, а затем снова станет посохом. Твоя рука исполнится проказой, но затем она снова станет здоровой. Река Нил в Египте станет кровью, а затем снова восстановится. Он дал не одно знамение, а целых три. Вот какому великому Богу мы поклоняемся. И под конец Моисей приберег свою последнюю, самую большую отговорку. 10 стих 4 главы, отговорка номер 4. Моисей сказал Господу, Господи, якостно языч. Ну что ж, очевидно, эмоциональная боль в душе Моисея. Эмоциональный шок, который он испытал 40 лет назад, заставили его начать заикаться. Он не мог разговаривать, как раньше? Возлюбленные. Эмоциональная боль может вызвать боль. И иногда, пока вы не разберетесь с этой болью, ваше исцеление будет стоять на паузе. Итак, что же Бог говорит ему в ответ? Моисей, а кто дал человеку язык? Не я ли? Моисей, кто дал человеку зрение? Теперь иди. Но на этот раз сделай это от моего имени, моей силой и в мое время. Я подскажу тебе, что сказать. И твой брат Аарон поможет тебе. Но даже после всех этих любящих, кротких и добрых ответов Бога на все возражения Моисея, он все еще сопротивлялся. Поэтому Богу пришлось его встряхнуть. Если вы не пережили, как Бог вас встряхивает, вы просто плохо прислушиваетесь. Бог сострадал его страхом. Бог снисходил к его тревогам. Бог проявил сострадание к целесной и эмоциональной боли Моисея. Но затем... Он увидел в его постоянном сопротивлении оскорбление Бога. И в конце концов, Моисею пришлось повиноваться. Мои дорогие друзья, я не знаю, что Бог обещал лично вам. Я не знаю. Какую отговорку вы пытаетесь использовать? Я не знаю, что удерживает вас от послушания. Просто не знаю. Это знаете только вы. Я не знаю. Причины вашего нежелания послушаться Бога. Я не знаю. А вот вы знаете. Позвольте мне обратиться лично к вам. Перестаньте искать отговорки. Начните доверять Богу. Ведь Его зовут Я Есмь. Скажите вместе со мною. Его зовут тот же Бог, который сказал Моисею, Я буду с тобою. Говорит всем, кто любит Его, и всем, кто доверяет Ему, Я буду с вами. Возможно, сегодня здесь есть кто-то, кто-то, кто еще по-настоящему не доверился Иисусу и не принял от Него прощения грехов. Кто еще не признал своего греха, кто еще не принял его как своего Спасителя и Господа. Это ваш первый шаг, и вы можете сделать этот первый шаг уже сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok